Спрайт Состоящие из определенного количества внутренних изображений, которые сами по себе также являются спрайтами. Но в аниматоре они называются иначе – Props, реквизиты. Давайте загрузим в рабочее окно сцену и разберем ее устройство. Для этого откроем пункт меню Window, выберем Content Manager или нажмем клавишу F4. Загрузим сцену офиса. Хочу заметить, что разработчики аниматора не сильно озаботились улучшением дизайна спрайтов. Они выглядят достаточно примитивно и уже много лет не обновлялись, а просто качают из ранних версий аниматора в более поздние. Но все это легко поправимо. Просто сейчас я хочу поговорить о другом, а именно о том, как устроена любая сцена в аниматоре. Самое главное ее достоинство – это трехмерные координаты спрайтов сцены. И если мы выделяем любой из них, то на верхней панели инструментов высвечивается не только их положение по осям X и Y, но и третья координата Z. Чтобы увидеть расположение спрайтов в перспективе, на верхней линейке имеется кнопка 3D View. С помощью инструмента вращения камеры можно определить местоположение каждого спрайта сцены и вручную изменить его координаты. Но особо увлекаться этим не стоит, так как слишком близкое к камере или слишком далекое расстояние по оси Z может осложнить дальнейший монтаж сцены и взаимное расположение спрайтов. Этим инструментом удобно пользоваться, когда вы добавляете в сцену новый реквизит или устанавливаете местоположение персонажей. Если персонажи будут взаимодействовать друг с другом напрямую, например, вести диалог, то желательно располагать их на одинаковом удалении по оси Z. Программа предоставляет нам полную возможность изменять размеры, форму и расположение спрайтов на сцене. Например, если вы хотите перенести изображение с главного стенда на боковой, то можете просто перетащить его мышкой. Но поскольку оно находится позади стенда, нужно изменить его Z-координату. Это можно сделать двумя способами. Потянуть мышкой за изображение стрелки на спрайте, или же изменить Z-координату на линейке инструментов. Я предпочитаю второй способ, поскольку он более аккуратный. Кроме того, нам нужно изменить и форму, и размер этого спрайта, чтобы вписать его в форму стенда. Это можно сделать на вкладке деформации в редакторе ключей реквизита. Субтитры создавал DimaTorzok